Главный промысел, которым известен Славянск, под угрозой. Столица украинской керамики. Критическая ситуация. На керамическом производстве не хватает опытных сотрудников. Недавно здесь завершились курсы по подготовке мастеров декоративной росписи. 30 безработных получили сертификаты. При этом средний возраст учеников 40 лет. Начинать им будет сложно, отмечают опытные керамисты. А постоянной базы для обучения молодежи в городе, снабжающем всю Украину глиняными сувенирами, нет. В ситуации разбиралась Рита Задорожная. «Мы стоим на краю пропасти», – заявил на встрече с будущими мастерами старейшина керамистов Славянска Александр Трегубов. За его плечами два вуза и 13-летний стаж главного художника фарфорового завода. Он считает, что руку нужно ставить с детства. А мастеров невозможно подготовить за такой короткий срок. «Все талантливые, все хотят, у всех глаза горят. Но времени катастрофически мало, конечно. Они познакомились только с самыми азами. По сути, они прикоснулись к айсбергу, на котором лежит снег. Они дотронулись только до снега. А все, что остальное, они даже не знают». Тем не менее, новоиспеченные мастера с оптимизмом смотрят в будущее и собираются передавать полученные знания дальше. «Я за фахом, как бы, педагог, тому я все, когда я все слышу, я вперше через себя пропускала, как методику. И теперь, может, я так хорошо, как Александр Сергеевич, не намалюю. У меня нет этих навыков, у меня нет такой освіти. И, возможно, они имеют такого таланта. Но уже как это делать, рассказать тому, кто имеет талант, и где-то подштовхнуть, я уже смогу. Это однозначно». Шестонедельные курсы помог организовать благотворительный фонд «Коритас». Почти 30 безработных освоили новые навыки. Теперь слово за государственными структурами. «Мы предварительно уже разговаривали по вопросу керамистов с областным Донецким центром занятости. Они тоже заинтересованы в развитии этого кластера, поскольку видят проблемы в трудоустройстве и проблемы в наличии квалифицированных кадров в этой области. Поэтому, я думаю, что нужно подходить к этому вопросу консолидированно, не только с помощью благотворительных фондов, но и с помощью государственных органов». Курсы выходного дня не решают проблему специалистов для керамической отрасли. Необходима полноценная платформа для обучения молодежи, но для этого не хватает финансов. «База на сегодня, производственная база, и, скажем так, учебная производственная база, она есть. Самое главное есть знания. Знания технологий, знания производства, знания технических, технологических регламентов. Все это в Славянске есть. Нужны только финансы. Ну, а надо их искать, естественно. Я так думаю, что наибольшая маловероятность, чтобы государство сейчас этим озаботилось. Скорее всего, единственный вариант – это, опять же, грантовая поддержка». Будущая керамическая отрасль под вопросом, говорят ее представители. Сегодня в Славянске 800 предприятий занимаются производством керамики. Однако ни в одном из четырех профессиональных лицеев города керамистов не готовят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!